МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости дня в студии Данил Добрин. О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смертельное ДТП в Нижнеозерном. Двое несовершеннолетних погибли под колесами легкового автомобиля. Самый массовый экзамен продлится два дня. Оренбургские школьники пишут русский язык. Игры и развлечения на свежем воздухе. Оздоровительные детские лагеря принимают отдыхающих. Затраты на выпускные увеличились до 30%. Во сколько обойдутся торжества по случаю прощания со школой? Спортивная площадка нового поколения. Федеральная программа развития физкультуры и спорта в действии. Футбольный клуб Оренбург вышел в Премьер-лигу. Наша команда буквально вырвала путевку в РПЛ в стыковых матчах. И начнем с подробностей смертельного ДТП в Нижнеозерном. Там во время столкновения легкового автомобиля спидбайком погибли два подростка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенные в состоянии опьянения. По данным следствия, 24-летний житель Элегского района после 10 вечера в субботу разъезжал по улицам поселка Нижнеозерное. Не имея водительских прав, сел за руль легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Гореводитель двигался на высокой скорости и не включил фары. На улице Гагарина сбил двух несовершеннолетних, которые на пидбайке остановились у дороги. В результате ДТП малолетние получили телесные повреждения, вследствие которых наступила их смерть в автомобиле скорой медицинской помощи по пути следования в медицинское учреждение. К настоящему времени произведен осмотр места ДТП. Изъяты транспортные средства, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Проведено освидетельствование задержанного на состоянии опьянения. Ему предъявлено обвинение и возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Производятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Оренбургский госуниверситет сегодня снова проверяют спецслужбы. В ВУЗ очередной раз поступила информация о том, что один из корпусов заминирован. Сообщение пришло рано утром, когда в учебном заведении почти никого не было. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Здание и прилегающую территорию обследовали кинологи с собаками. Территорию оцепили. Людей эвакуировали, в том числе тех, кто проживает в общежитии. Информацию о заминировании тщательно проверяют. В университет поступило электронное сообщение о минировании. Все соответствующие службы были оповещены. Они работают. Кто-то уже успел прийти на работу, на занятия, соответственно, ушли. Кто-то, кого-то эта информация застегла в пути, они развернулись. Пока вот так. Напомним, это не первое сообщение. Этой весной сотрудников университета и студентов эвакуируют уже в четвертый раз. Все сообщения оказались сложными. Из-за подобных писем в мае пришлось приостановить работу арбитражного суда. Волна лжеминирований дважды захлестнула школы Оренбурга. Оренбургские старшеклассники сегодня сдают один из самых массовых ЕГЭ. 30 и 31 мая за школьные парты сядут почти 7 тысяч выпускников. Им предстоит подтвердить свои знания по русскому языку. Ранним утром на старте итоговой аттестации школьников лицея номер 4 областного центра побывали мои коллеги Анна Втюрина и Алексей Назин. Ни мобильных, ни черновиков. Только паспорт, вода, ручки и собственные знания. Один из самых волнительных дней в этом учебном году стартовал в 8 утра. Через час ребята уже начинают размещать в аудиториях. Не больше 10 человек в каждой. Для тех, кто уже там, начались самые напряженные минуты. Но для тех, кто пока в ожидании, последние наставления педагогов и поддержка сверстников. Очень волнительно. Стресс мы и переживаем. Но все будет хорошо. На сколько, как думаете, сегодня сгодите? На 120. Да. Что-то уже повторяю, что-то готовится уже поздно. Мы все готовились и повторяли. Так что на собранности, на уверенности. Ну, то есть вступаем в этот непростой период нашей жизни. ЕГЭ. Первое ЕГЭ. Ну, для кого-то уже не первое. Для кого-то уже писали литературу, географию, насколько я помню. Да. То есть, ну, успеха нам и удачи. В четвертом лице итоговый контроль знаний сегодня пройдут 163 выпускника из шести школ Оренбурга. Всего по городу пунктов сдачи больше десятка. И пока в каждом из них ребята ищут свои имена в списках, педагоги, сопровождающие каждую группу, делятся эмоциями за несколько минут до начала испытаний воспитанников. Мы все классные руководители, учителя, администрация, школы переживаем за детей, за результаты. Ну, я думаю, что все учителя, все педагоги в таком состоянии сегодня находятся. Это совместный результат ребенка, учителей, родителей. И тот итог, который будет, это будет итог именно совместной работы. ЕГЭ по-русскому не первый экзамен для 11-классников. Те из них, кто выбрал для сдачи географию, химию и литературу, уже прошли испытания 26 мая. Но тестирование по-русскому обязательно для всех. Это самый массовый, наряду с математикой, день сдачи. Именно поэтому в целях эпидбезопасности экзамен разделен на два дня, дабы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах. В целом, общая картина не поменялась. Можно сказать о том, что термометрия, обработка рук средствами, это все сохранено. Два входа в пункт сохранились, здесь изменений нет. На пункте присутствует сотрудник полиции, который отвечает за безопасность на протяжении всего экзамена. Они патрулируют территорию, находятся здесь, пока участники не завершат экзамен. В 9.50 инструктаж, в 10 – вскрытие пакета с диском. На нем экзаменационные задания в зашифрованном виде, которые распечатают прямо при выпускниках. Все, здесь пакеты не нарушены, скреплены. Две части – 27 заданий. Для получения аттеста от 11-классникам теперь необходимо набрать минимум 24 балла. Для документа с отличием – свыше 70. Ну а узнать свой результат ребята теперь смогут не позднее 17 июня. Анна Втюрина, Алексей Назин, Новости дня. И пока выпускники сдают экзамены, у других оренбургских школьников наступила самая долгожданная и радостная пора – летний отдых. В регионе стартовала оздоровительная кампания. Во время ее работы отдохнуть смогут более 155 тысяч детей. Лагеря дневного пребывания уже начали принимать юных оренбуржцев. Алена Круглова продолжит. Хорошего отдыха. В Оренбуржье этим летом принять детей готовы 885 различных оздоровительных и досуговых организаций. С начала работы кампании в лагерях дневного пребывания уже отдыхают порядка 700 детей. Сегодня маленьких гостей принимает город детство. Ребята уже начали знакомиться со своими соседями и обустраиваться на новых местах. Стандартная комната рассчитана на 5 человек. Двухъярусная кровать, шкаф, душевые кабины. А вот и уже заселились первые гости. Расскажи, как тебя зовут? Несмотря на то, что этот лагерь многие посещают впервые, они уже испытывают положительные эмоции и налаживают отношения со своими сверстниками. А вот взрослые, невзирая на то, что оставляют детей всего на две недели, немного волнуются. Как всегда переживаем, оставляем на две недели. Есть волнение, все наставления дали. Ребенок сказал, мама, оставь меня в покое, очень ждет самостоятельности на две недели. Наслышаны, хвалят здесь, как с детьми занимаются, аниматоры хорошие, профессиональный подход, интересные программы. Переживать родителям не стоит. В этом году в Оренбурже действует ряд послаблений ковидных ограничений, среди которых разрешение посещать детей во время пребывания в оздоровительном учреждении. Если в прошлом году мы только на 75% мощности могли заполнять загородные организации отдыха, то в этом году на всю 100% мощность. Если в прошлом году категорически были запрещены межотрядные мероприятия, и каждый отряд имел свой маршрут, так скажем, но дети, к сожалению, были лишены совместных таких мероприятий общелагерных, что всегда более значимо и более радостно для детей, то вот в этом году на открытом воздухе разрешены такие мероприятия, и у детей будет и костер, и будут дискотеки. Сохранятся некоторые профилактические меры, масочный режим, наличие антисептиков, обязательная двухразовая термометрия. Также оренбуржцы напоминают, они вправе использовать государственную поддержку в рамках программы стимулирования детских туристских поездок. Ее цель – снизить стоимость путевки за счет возврата денег. К такой программе подключились почти все оренбуржские стационарные детские лагеря. Алена Круглова, Игорь Бероев, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся. Вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Затраты на выпускные увеличились до 30%. Во сколько обойдутся торжества по случаю прощания со школой? Спортивная площадка нового поколения. Федеральная программа развития физкультуры и спорта в действии. Футбольный клуб «Оренбург» вышел в Премьер-лигу. Наша команда буквально вырвала путевку в РПЛ в стыковых матчах. Это новости дня. Мы продолжаем. Выпускные баллы в России в этом году стали дороже до 30% по сравнению с 2021 годом. Родители заплатят в среднем 17 тысяч рублей за вечер прощания со школой. Соответствующий анализ провели специалисты сервиса для поиска высокооплачиваемой работы. Опрос проходил по всей России с 1 по 27 мая. В нем приняли участие 3000 человек. В 2022 году выпускные будут организованы гораздо чаще и шире, чем это было во время пандемии. В прошлом году родителям на выпускной требовалось более 6,5 тысяч рублей на девятиклассника. Для 11-ти классника торжество обходилось в 11,5 тысяч рублей. В 2022 году организовать выпускные обойдется в 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Самые дорогие праздники в Москве и Санкт-Петербурге. Торжественное получение аттестата в девятом классе будет стоить 12 и 10,5 тысяч рублей соответственно. Для 11-х классов это уже 18,5 и 17,5 тысяч рублей. Одежда подорожала за год от 500 до 1000 рублей для парней и на 2000 рублей она стала дороже для девушек. Наряды для 11-ти классников стоят в среднем по стране 14,5 и 16,5 тысяч рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и областях это на 1000 или 2 дороже. В Оренбурге появится многофункциональная спортивная площадка нового поколения. Наш город выиграл конкурс по федеральной программе развития физической культуры и спорта. Местом реализации пилотного в нашем регионе проекта выбрана территория школы номер 79 по улице Сергея Лозо. В неизбалованном комплексами районе будет построен бесплатный для посещения настоящий спортивный городок. В рамках этой программы здесь поле для мини-футбола 30 на 60, баскетбольная, волейбольная площадка. Два вида воркаута для малышей, для взрослых. Беговые дорожки и несколько силовых тренажеров в таком антивандальном исполнении. Все вот эти вот объекты, они будут снабжены определенными QR-кодами, через которые можно через смартфон получить инструкцию по применению, правила игры, правила эксплуатации. То есть это будет такой вот еще интерактивный материал здесь заложен. Ну и самое важное, что здесь у нас большое количество проживающих, то есть это спальный район, тут два микрорайона, две школы. То есть это место должно стать таким ядром знаковым и в рамках рекреации. То есть не только использование как спортивной площадки, но и место для того, чтобы люди могли свободно попадать на эту зону, гулять вечером. Когда это все красиво, с освещением, то есть это вызывает только положительные эмоции и желание людей заниматься физической культурой. Вот первоначально на каждый субъект выделялось 20 миллионов рублей. Но сейчас у нас пришло письмо из Федерального министерства спорта, в котором ввиду сейчас ограничений, определенных по экономическим санкциям, размер финансирования будет увеличен до 26 миллионов. Наша задача это все в теплый период выполнить, то есть до конца года нужно реализовать. Но нам бы, конечно, очень хотелось к первому сентября это завершить, потому что это был бы хороший подарок, ребята придут в школу и увидят новую площадку. Всероссийский конкурс по развитию физкультуры и спорта пока не завершен. И наша область претендует на возведение еще одной многофункциональной площадки в другом муниципальном образовании. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня. О спорте. Футбольный клуб Оренбург вышел в премьер-лигу. Наша команда буквально вырвала путевку в РПЛ в стыковых матчах. Потрясающие эмоции на уфимском стадионе «Нефтяник». Куда поддержать Оренбург поехали 9 автобусов наших болельщиков. Как выяснилось, не зря. Первая встреча в Оренбурге, завершившаяся 2-2, сохранила предельную интригу. Игра была в целом равной, но наши проявили недюжинную волю и отыгрались с 0-2. В Уфе сценарий получился другим. Оренбуржцы довольно быстро на 13-й минуте открыли счет. Сработал наш верный союзник «Стандарт». При подаче углового мяч заметался в штрафной, пока наконец не отскочил к Фомие. И ганский форвард решил эпизод в свою пользу. Сразу после этого оренбуржцы сели в оборону, а хозяева напротив усилили давление, стали создавать момент за моментом и перед самым перерывом уравняли шансы. Во втором тайме время работало на уфимцев. Они решили играть по счету. И когда пошли уже компенсированные минуты, удача улыбнулась гостям. Навес Копленко принял малых и неотразимо пробил в противоход вратарю. Наш ветеран стал главным героем домашнего матча, сравняв счет на 84-й минуте. Сейчас он же забил решающий мяч на 94-й. Вот что значит настоящий капитан. Мы все герои. Мы все торопируем в премьерном команде. Все заслужили. Непередаваемые ощущения на сей раз у оренбургских команды и болельщиков. В борьбе равных соперников фортуна оказалась на нашей стороне. Сейчас если по-быстрому анализировать, не получится. Я не говорю, почему не везение. Каждый, в принципе, заслуживает то, что заслужил, по большому счету. Когда забываешь на 92-й минуте, можно сказать, что счастье получилось ближе к нам, чем к сопернику. Потому что, надо сказать, эти две игры, я думал, были равны. У нас было больше счастья под конец этой игры. И та судьба, как бы хотела, можно же выходить в премьер-лиги. В стыковых матчах оренбуржцы проявили именно то, из-за чего провалили концовку чемпионатов НЛ. Характер. Справедливость восторжествовала. Наша команда наконец-то получила повышение в классе. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. На этом все. Напоминаю еще больше новостей на нашем сайте orttv.ru и в социальных сетях телеканала. Вы можете стать соавторами новостей ОРТ. Ждем ваши видео, фото, а также сообщения о проблеме, которую вы не можете решить самостоятельно в мессенджеры нашей редакции. Прямо сейчас они на вашем экране. Номер телефона 8 987 852 6011. Работает и круглосуточный телефон горячей линии. Напоминаю, что звонок бесплатный. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.